приветствую вас дорогие подписчики а также просто зрители канала крипто комманс в очередном выпуске news блока крипто сегодня суббота и для многих из вас это выходной день но это не значит что вы не хотите быть в курсе того что происходит в крипто мире и уж тем более не значит что крипто комманс отдыхают ведь мы для вас трудимся день и ночь мы очень стараемся потому что мы вас любим поэтому если это взаимно не стесняйтесь и не сдерживайтесь а проявляйте ее в виде подписки на канал лайка под видео нажатого колокольчика а также бесценного комментария который мы обязательно прочитаем и учтем и так сегодня в выпуске европа усиливать требования к регулированию стейблкоинов рост количества валидаторов эфириум вызывает беспокоенность сообщества крипто сектор продолжит расти говорит генеральный директор морган крик капитал в своем интервью на оси nbc тв еще один кирпич фундамент заявок на спот эфир и тев заложила битвайз и завершить наш сегодняшний выпуск анализ рынка с кевином свэнсоном оставайтесь с нами и так делистинг стейблкоинов в европе влечет изменения для крипто биш и эмитентов как вы знаете две недели назад okx зарегистрирована на сейшельских островах вывела торговый парк тизеру и с детей для пользователей в европейской экономической зоне и с в преддверии вступления в силу пакета законов под названием мика что касается новостей о к x 100 арвин абрахам партнер британской юридической фирмы гудвин проктор ожидает продолжение этой истории поскольку ни один из крупнейших стейблкоинов не является европейским то по крайней мере в ез можно наблюдать значительное изменение ландшафта после вступления в силу мика предположил абрахам некоторым из нынешних лидеров возможно придется уйти если они не захотят или не смогут добиться соответствия требованиям а теперь дорогой зритель главное что звучит между строк этой новости в крупной картине данные требования и возможные изменения пойдут только на пользу крупным инвесторам ведь и данные требования направлены на усиление и повышение законодательного понимания и прозрачности отсутствие которых для крупного капитала зачастую является ограничителем во вторых с очень большой вероятностью ни один из крупных стейблкоинов не захочет терять европейский рынок а значит изменения все таки произойдут поэтому возвращаясь к предыдущему пункту номер один с большей вероятностью эти изменения коснуться таких свойств стейблкоинов как контроль так что если ты используешь стейблкоины будь особо начеку и следи за тем что происходит в мире ведь данные изменения возможно коснуться и тебя а для этого просто оставайся с крипто комманс и не пропускай наши выпуски мы тебе все расскажем идем дальше валидаторов эфириум уже больше 1 миллиона что вызывает обеспокоенность сообщества выдающийся рубеж достигла сеть эфириум набрав 1 миллион валидаторов количество застейкенных эфиров выросло до 32 миллионов а их приблизительная стоимость составляет 114 миллиардов долларов по текущему курсу эта цифра соответствует 26 процентам от всего объема эфира и хотя растущее число валидаторов свидетельствует о повышении безопасности эфириума некоторые члены сообщества выражают обеспокоенность из-за потенциальных рисков и вот о чем речь во первых это риски централизованности все дело в том что зачастую пользователи используют стейкинг пулы то есть площадки участниками которых они становятся например один из таких стейкинг пулов лиду собрал около 30 процентов всего застейканного эфира и это невероятно много во вторых обычно пулы используют единую техническую инфраструктуру так что потенциальный сбой может повлиять не только на обработку транзакции и блоков самой сети но и на пользователи которые используют стейкинг данном пуле все дело в том что механизм proof of stake в отличие от proof of work заранее распространяет ответственность валидаторов потому кто конкретно будет валидировать очередной блок в сети если в этот момент но до оказывается недоступны и не выполняет свою функцию то на нее накладывается так называемый штраф целью которого является побуждение к ответственной работе ноды подтверждением серьезности данных рисков говорит то что соучредитель эфириум виталик бутерин также высказался на этот счет он согласился с наличием данных рисков и даже предложил возможные пути их минимизации в общем сухом остатке можно сказать что в целом у эфира дела идут отлично а переход на профустой оказался блестящим а признание самими разработчиками имеющихся рисков говорит о том что они намерены с ними работать и устранять что является отличным сигналом так что я уверен что у эфира все будет в порядке а мы с вами пожелаем ему удачи и движемся дальше выдержка из очень интересного интервью на cnbc тв генерального директора морган крик капитал менеджмент марка юско где он рассказывает о дальнейшем развитии событий в крипто секторе а также о причинах которые на это развитие повлияют давайте послушаем вместе с эфиром нас или нам на свой самый лучший квартал за три года наш следующий гость расскажет о крупнейших монетах бенефициарах от этиф и халвинга в следующем месяце генеральный директор морган крик капитал менеджмент марк юка рада тебя видеть давно не виделись и я тоже милиса всегда рад быть у вас в гостях спасибо за приглашение и так ты делаешь прогноз по биткоинов 150 тысяч долларов в течение следующего года плюс-минус можешь объяснить как ты получил эту цифру да ведь это обычная математика если мы посмотрим на сегодняшнюю справедливую стоимость биткоина на основании модель медкалф то получим примерное число в районе 50 тысяч через три недели произойдет халвинг а это означает что вознаграждение за создание блока будет сокращено эта сумма которая получает майнер для обеспечения безопасности сети и если это вознаграждение будет сокращено вдвое как и будет то многим майнерам станет тяжело и исторически это означает что цена будет подниматься справедливая стоимость поднимется поднимая ее в направлении к 100 но в этот раз ситуация немного другая вместо того чтобы помимо лишь вознаграждение за блока у нас есть и растущие комиссии за транзакции из-за таких вещей в биткоине как орденцы инскрипшнс так что допустим справедливая стоимость поднимется до 75 тогда после события халвинга у нас образуется значительный интерес в данном активе многие люди будут испытывать фомо что обычно приводит к двукратному росту справедливой стоимости внутри цикла в прошлом цикле справедливая стоимость была около 30 мы выросли до 68 69 в этот раз я думаю мы вырастим около двух раз из-за меньшего количества сделать с плещом так что я думаю мы придем к 150 а каким ты видишь путь к этим 150 ведь прошлом летом ты говорил что в двадцать четвертом году нас ожидает взрывной рост который пока не произошел это все еще силе на нашем пути к 150 что ж крупные движения образуются после холдинга холдинг ожидается где-то между двадцатом апреля и двадцать первом наиболее вероятно так что как только это произойдет тогда мы с вами начнем наблюдать рост в спросе от всяких там и тиф и других пользователей но предложение новых монет сократится с 900 монет в день до 450 подумай об этом если будет больше спроса и будет расти предложение цена будет расти то есть цена растет с сокращающимся предложением то она начнет двигаться больше экспоненциально или даже параболически ближе к концу года и исторически примерно спустя девять месяцев после холдинга то есть где-то ближе ко дню благодарения и рождеству нас ждет вершина цены перед началом нового медвежьего рынка что ж это интересное размышление которые определенно имеют место быть но дорогой зритель мы-то с тобой прекрасно помним что как только мы начинаем говорить о вершинах рынка не забывая о дне рынка мы вспоминаем о циклах которые на минуточку могут быть левосторонне развернутыми а еще бывают и супер циклы которые могут взять и внезапно материализоваться перевернув все с ног на голову что обычно в рынках и происходит и сразу же на ум приходит эксперт по таким циклам боб локас кстати который буквально вчера выпустил свое новое видео и мы дорогой зритель прекрасно знаем что ты эти видео очень любишь поэтому отложив все наши остальные дела команда крипто комманс садится за перевод этого видео для того чтобы ты услышал его в лучшей русской озвучки уже очень скоро так что следи за нашими новыми выпусками а лучше подпишись на канал и нажми на колокольчик тогда ты точно ничего не пропустишь но движемся дальше битвайз подала заявку всех на регистрацию спот эфиры тф как вы знаете в октябре сек одобрила инвестиционные инструменты и тф привязаны к фьючерсам на эфире но не приняла решение о спотовых биржевых фондах эфира на биржах сша 28 марта битвайз подала всяк заявку о регистрации акции своего эфиры тф по форме с 1 заявление поступило на фоне слухов о том что сек пытается обозначить эфир как ценную бумагу находящуюся в ее компетенции регулирования что ставит будущие листинги спотовых эфиры тф под сомнение последний срок сек для одобрения или отклонения следующего раунда заявок на спотовые эфиры тф наступает 23 мая инициированной с заявки ванок начавший данный процесс дорогой зритель что здесь важно если ты внимательно смотришь наши выпуски то помнишь что регулятор под руководством гарри генцлера задолго до того как одобрить спот bitcoin и тф одобрил фьючерс bitcoin и тф утверждая что фьючерсы подвержены меньшему манипулированию со стороны участников рынка чем лежащие в их основе спот продукты данная мягко говоря не точное высказывание я оставлю без комментариев а лишь повторюсь что в данных историях есть общее начало но с эфиром у нас есть один нюанс который заключается в том что агентство гарри генцлера эфир считает ценной бумагой по хорошему счету на принятие решения об одобрении спот эфиры тф это не должно повлиять но так как данное решение минимум конфликтует с одним из крупнейших регуляторов сша а максимум со всей криптоиндустрией зная мелочность характера гарри генцлера я очень сильно допускаю что одобрение паспорт эфиры тф будет затянуто при этом в долгосрочной перспективе я более чем уверен что данные заявки в итоге одобрены будут это лишь вопрос времени при этом очень важно понимать и помнить что решение сек все-таки на рынок повлияют и в случае довольно вероятного отказа последствия эти будут все-таки негативные хоть и в краткосрочной перспективе поэтому следи внимательно за развитием ситуации а мы тебе будем в этом помогать твоя лишь задача не пропускать наши выпуски и завершает наш сегодняшний выпуск анализ ситуации на рынке от кевина свенсона который как и всегда интересно а главное обоснованно расскажет о том что сейчас происходит и что нам следует ждать в будущем кевин мы в эфире мы находимся в параболическом тренде и как только мы достигаем вертикальную цель которую мы обсуждали прошлый раз вот тогда тогда мы возможно видим коррекцию в рамках сценария спада после холдинга если мы посмотрим на график параболической кривой в учебнике то на протяжении некоторого времени на этом канале мы с вами определили что скорее всего мы находимся на базе 4 но повторюсь это подтверждение мы получим когда коснемся трендовую линию достигая новой вершины возможно мы и касались но мы ждем новых вершин и в соответствии с учебником цена биткоина после достижения базы 3 удваивается что означает 45 помноженное на 2 равняется 90 тысяч также у нас есть цель которую мы с вами ранее обсуждали в рамках сетапа зажатый в ловушку ликвидности этой медвежьей цены и фитиля с огромным количеством шортов плюс м и показывающий позитивный импульс все на месте а у нас есть пробитие вверх то создает идеальные условия для шортсквиза шортсквиза так и происходят если это все закончится движением выше в размере этой недели свечи на которой мы целим это приведет нас к 87500 что является целью этой зажатой в ловушку ликвидности этого шортсквиз сетапа то есть целью биткоина будет 87500 основываясь на техническом сетапе но буквально недавно я слышал что многие люди которые слушают меня задавали вопрос кеф значит ли это что вот здесь нам нужно уйти в шорт так и спрашивали ребят не надо слепо идти в шорт только лишь потому что мы достигли цели я не утверждаю что данный сетап означает что это и будет вершина это то как вы ориентируетесь на правильные цели для вашего сетапа но это не значит что bitcoin там остановится но также не значит что и будет вершину биткоина это значит что если вы торгуете по этому сетапу вам следует забирать прибыль здесь по данному сетапу цена может достигнуть этого уровня подвигаться в этом месте а затем убежать к нашей финальной цели в 90 тысяч или даже выше 95 что является целью по линиям фибоначчи до множество целей может быть из-за того что обычно мы не достигаем какой-то конкретной точной цели наверху это не реалистично у вас должно быть несколько целей и вам также следует иметь несколько ордеров если вы планируете продавать в этой зоне вам следует иметь несколько ордеров на продажу это будет верным подходом и не следует иметь один ордер идти в него он более правильный подход этого несколько шагов так что пока мы дожидаемся выполнения всех наших сетапов и всех наших целей чтобы все это отыграло пока ждем до следующего пробоя может быть несколько недель боковика после чего мы сможем уже подтвердить что это была база 4 поставим здесь галочку и пойдем в направлении финальной цели нашего параболического тренда в данный момент и если мы посмотрим на сетап из учебника то увидим что это . для продажи учебник советует нам о том что это хорошая зона для продажи в диапазоне но конечно же рынок может быть немного более полон энтузиазма люди могут быть подвержены в большей степени хайпу может оказаться что спрос гораздо сильнее превысит ожидания что приведет цену еще на большие уровни так что я не говорю что это может быть вершиной я просто говорю о том что это цели нашего сетапа но не предсказание вершины повторюсь это лишь наши цели это отличается от попытки угадать точную вершину мы никогда не знаем уровни спроса могут колебаться и меняться в рамках диапазона если мы достигнем эти цели а спрос на bitcoin будет очень высоким мы можем уйти в шестизначные цифры перед тем как поехать вниз это на самом деле неважно вам следует послушать графики и забрать прибыль в ваших целях так что я не ожидаю что это будет концом цикла я лишь ожидаю что это будет концом нашего текущего тренда кевин как и всегда большое тебе спасибо и чтобы данную историю не затягивать от себя лишь добавлю что и во время даже ярко выраженного тренда могут быть очень значительные корректировки что совершенно вероятно и совершенно нормально главное дорогой зритель чтобы такие корректировки не вытряхнули из рынка как это очень часто бывает на этом у меня все я желаю тебе отличного трейдинга хороших выходных и до встречи в следующем выпуске